МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Пристовы опечатали два объекта коммерческой недвижимости. Все володовы львы в дирекции отмечают на устранение нарушения. У поселения денег нет". Промобот запускает совместный проект с Казахстаном по строительству Центра робототехники. О проекте РБК рассказал топ-менеджмент компании. Подрядчикам муниципалитетов дали срок до 1 июля. Федеральную программу безопасные и качественные дороги обсудили в Краевом Минтрансе. Новости при Камере на РБК. Я Рустамагизов. В бюджете в Севолодовы львы нет средств на реконструкцию зданий с массовым пребыванием людей. Об этом РБК заявили в дирекции Центра химик. Судебные приставы опечатали два объекта с массовым пребыванием граждан во Севолодовы львенском городском поселении. Опять-таки из-за нарушений требований пожарной безопасности. До устранения предписания были закрыты Центр культуры, спорта, туризма, молодежной политики и военно-патриотического воспитания «Химик» и торговый объект ООО «Лен», представляющий собой трехэтажное кирпичное здание, в котором находятся несколько магазинов. Как стало известно на телеканалу РБК «Перм», здание «Химика» не ремонтировалось с 1974 года. Клуб изначально был построен как здание химического цеха. В 1994-м завод «Метил» передал здание в муниципалитет. По оценке специалистов, зданию требуется капитальный ремонт, его стоимость порядка 24 миллионов рублей. Бюджет учреждения на 4 клуба. 8 миллионов, я только говорил об одном здании, что 24 миллиона, а мне дают на 4, и мне и так денег не хватит. Часть отремонтируем крыши, заплаты поставим, и частью тенопасса ремонтировать будем. А на остальное денег нет. Готовим письмо от главы администрации, сижу, на выделение денег на пожарную безопасность. Суммы большие, и в бюджете все волновители таких денег нет. То есть, нужно деньги именно сверху, с Пермского края, федеральные деньги. Добавим, в этом году по федеральной программе «Сельский клуб» учреждению должны перечислить 800 тысяч рублей. Но собственник здания, городское поселение, в село Ладовильвы, не может обеспечить необходимый ремонт. Сейчас в районе, в поселке Карьер, известняк, а также печатный клуб «Горняк», находящийся в ведении администрации. Ранее прокуроры районов Прикамьи направили заявление в суды о представлении о работе 16 объектов с массовым пребыванием людей, нарушения, в частности, в Пермее были найдены в Изумруде, Тапазе, ТЦ, Земляника и Бирюса. Пермская компания «Промобот» запускает совместный проект с Казахстаном по строительству центра робототехники. Стороны подписали предварительное соглашение, сообщили РБК представители компании. Современный центр по развитию компетенции может стать уникальным опытом для мирового рынка робототехники, отметил РБК директор по развитию компании Олег Кивокурцев. Пермский производитель представит свои наработки, ну а ранее компания совместно с Политехом подавала заявку на создание подобного центра робототехники, но уже в Перми. Таких заявок порядка 40, но, по словам Кивокурцева, у Перми большие шансы. Компания ранее заявляла, что в этом году выходит на несколько новых рынков. Сингапур, Украина, Ганна, Австралия. Кроме того, «Промобот» открывает подразделение в штате Филадельфия в США. Помимо офиса центра продаж, там будет склад роботов и собственный центр техобслуживания. Мы анонсируем уникальную для сервисной робототехники сделку. Это российско-казахстанский совместный проект по постройке современного центра робототехники в Астане. И мы в нем непосредственно принимаем участие. И мы в нем принимаем участие как флагман. И это будет уникальным вообще в принципе для международной робототехники опыт. Добавим, в России «Промобот» может начать работать еще с одним партнером. Профинансировать дальнейшее расширение компании может госкорпорация «ВЭБ». Сообщила администрация края по итогам встречи губернатора с топ-менеджментом «Промобота». Суммы и сроки инвестиций не называются, пока стороны не договорятся окончательно. Ранее РБК сообщал, что в компанию 150 миллионов рублей вложил в фонд развития интернет-инициатив. Столько же планировал инвестировать в Сбербанк, но пока и окончательного решения не принял. За первые три месяца пермский производитель роботов уже выполнил весь прошлогодний объем. За счет бурного роста заказов и интенсивного трафика компания не хватает действующей площадки для работы. Отмечали РБК в компании «Промобот» ищет новое помещение для производства не менее 2000 квадратов. До 1 июня подрядчики должны завершить ремонтные работы, включенные в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги». Об этом было заявлено на заседании рабочей группы в Минтрансе при Каме. Помимо устранения дефектов и приведения в нормативное состояние дорожного полотна, замминистр отметил одну из главных проблем, на которую ответственные лица должны обратить на пристальное внимание. Речь идет о состоянии асфальтобетонных заводов. По итогам проверок лишь 3 из 12 соответствуют всем регламентам. Среди замечаний отсутствие генплана, техрегламентов и отсутствие весовых дозаторов. «Посадки колоссов на объект Добрянский муниципальный район». «После 1 июня, а это крайний срок устранения всех замечаний, организуем выборочную проверку объектов в каждом районе и на региональных дорогах. Соответственно, пригласим вас в ЭКУ при Каме на эти проверки, чтобы лично удостовериться в качественном исправлении всех дефектов». Напомним, в 2018 году в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» планируется отремонтировать 48 объектов и привести в нормативное состояние более сотни километров покрытия. Перечень объектов определялся по данным инструментальной диагностики, также с учетом мнения жителей на портале «Управляем вместе». Финансирование программы на 2018 год составляет более 2 миллиардов рублей, из которых 1 миллиард выделен из федерального бюджета. Арбитражный суд Пермского края дал две недели на мирное решение спора. Он назначил последнее заседание поиска застройщика «Сатурнер» к Департаменту градостроительства и архитектуры Перми, а также региональному Минстрою. Как сообщает издание «Бизнес-класс», застройщик называл выдачу разрешения на строительство в микро-районе Красной Казармы необходимым условием для прекращения спора с администрацией города и Минстроем. В случае, если разрешение не будет получено, «Сатурнер» предъявит властям иск на 200 миллионов рублей. Напомним, что еще в 2017 документ уже был разработан в соответствии с градостроительными планами. Проект прошел экспертизу, но ее отозвали. Разрешение на строительство компании было не выдано. Суд состоится в конце мая. Если прийти к соглашению не удастся, на заседание рассмотрят предмет спора по существу. Пока это все, оставайтесь на РБК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова